Короче говоря, тайная кассета. Это было пятница. Я просто лежал и смотрел в потолок, однако и мне это наскучило, поэтому я решил поиграть. Играл я более часа и прошел наконец-таки свою любимую игру. А потом мне захотелось посмотреть кассету, которую я не смотрел. Странно, не подписанная. Запускаю. Наверное, записан какой-то ужасик, чтобы кто-то мне звонит. Ты умрешь сегодня вечером. Да ладно, как будто я звонок не смотрел на эти розыгрыши. Нет, ну правда. Не, ну они думают, что я поверю в это. Ладно, пойду на улицу, погуляю. Я пришел в беседку, высыпал пачку семечек и решил плюать. Наконец-таки наевшись, я решил выйти во двор. Но там как-то подозрительно, странно спала собака. Я не придал этому особого значения. Я решил пойти поесть малины. Однако на меня сбросилась какая-то игрушка. И она упала в малину. Я ее достал и понял, что это та, которую я потерял пять лет назад. Как-то все это странно. Я решил пойти. Очень странно поднялся ветер. Я решил прибежать домой и понять то, что это все по-настоящему. Меня охватил ужас. Эй, че с тобой? Короче, мама не посмотрела. Кассету страшную. А потом мне подзвонили и сказали, что я умру сегодня вечером. Потом я вышел на улицу. Там странно спала собака. Потом меня кинулась игрушка, которую я пять лет назад потерял. Потом начался страшный ветер. Вот я и прибежала. Вообще на той кассете был записан фильм «Звонок». А собака устала, потому что она целую ночь бегала по дачам, гавкала. А вот эта игрушка, это я тебе кинула, потому что я ее нашла. И ветер поднялся, потому что передавали бы новостям, умник. А, точно. Короче говоря, тайная кассета.